Надеюсь, мои очки не отражают окно. Вы же не на мои глаза пришли, смотрите на то, что я хочу вам сегодня показать. Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня я снимаю видео Back to School. Снова с опозданием, но лучше поздно, чем никогда, поэтому давайте приступим. Вот такая вот стопка тетради, которая вообще может мне не пригодиться, потому что у меня в УЗИ мы пишем очень мало. Ну, конечно, в зависимости от предмета и от подхода к учебе, потому что я уже не так серьезно отношусь к учебе и ненужную информацию я в принципе не пишу. Но я надеюсь, что мне со временем будет нравиться и я буду ответственно подходить к учебному процессу. Но канцелярию я люблю так же сильно, как и всегда. Кстати, большинство канцелярии я привезла из Японии, но я постараюсь найти ссылки на все предметы, которые я вам сегодня покажу. Первые две тетради я купила в Читай-городе. Я очень люблю принты с цветами. Эта тетрадь мне очень нравится на ощупь, у меня уже была подобная. Эта тетрадь с японским принтом. Сразу как я его увидела, я знала, что я ее куплю. Следующая тетрадь, она очень толстенькая, в точечку. Вообще, это типа bullet planner, но я буду его использовать, скорее всего, под учебу. Он такой бархатный, приятный. Вот эту тетрадь я покупала в Японии, не думаю, что она есть здесь, потому что она чисто японская, с японским принтом. Пользую я ее для изучения японского языка. Следующая тетрадь просто моя находка. Она очень толстая, в клетку. Мне она очень нравится тем, что у нее кольца не металлические. Я не люблю металлические кольца, потому что они, правило, мнутся и неудобно в них писать. Но эти просто, они шикарные. Следующая блочная тетрадь для меня также находка. Эта тетрадь, скорее всего, от японского производителя также. Мне она очень нравится тем, что у нее нет колец посередине, поэтому удобно писать на левой стороне. Также она тонкая, влезает в любую сумочку. Я не очень люблю таскать много учебников и тетради с собой. Для нее я использую листы от Муджи. Мне кажется, у них просто замечательное качество бумаги. Я не люблю писать на некачественной бумаге. Многим без разницы, потому что они думают, что они все равно выбросят эти листы и зачем как-то заморачивать. Мне кажется, именно у этой фирмы качество совпадает с ценой. Япония любит очень завышать цены за констовары. Также от этой же фирмы у меня есть блочная тетрадь. Она уже толстая. Я ее использую для того, чтобы хранить в ней конспекты, потому что я для нее отступила файлы. Насколько я знаю, Муджи доставляют свои продукты по всем странам мира, так что проблем возникнуть не должно. Хотя цена на доставку может быть завышена. Я заказала давным-давно уже вот такой вот блокнот с Азоном. Это типа Малискин, но я не уверена, что он оригинальный, потому что он стоил всего 400 рублей. Как вы знаете, у нас в России такие блокноты стоят по 2000, может и больше. Но я сравнила качество со своим оригинальным Малискином. И реально ничем не отличаются. Листы совершенно такого же качества. Здесь нет каких-то браков. Поэтому я всем довольна. Отдала за него совсем копейки. И пользуюсь им для того, чтобы писать какие-то цели, ввести списки. У меня здесь есть список желаний, список целей, цитаты из книг, разные сериалы тут есть. Я думаю, этот блокнот меня будет сопровождать в течение следующих нескольких лет. Я не раз в своих видео показывала свой ежедневник от Муджи. Я его просто обожаю. У него идеальный размер, идеальное содержание. На первых страницах месяца. Большую часть занимают, естественно, недельные развороты. На левой стороне как раз неделя, на другой стороне просто пустой лист. Мне удобно, потому что я там пишу в основном дела, какие-то заметки. В конце есть пустые листы для также разных пометок. Также у меня есть вот такая вот тетрадь. Это типа Study Planner. Здесь каждая страница отведена на определенный день. Мне нравится, что тут можно самой написать день. Тут можно расписать все по часам. Когда очень загруженный день и надо что-то спланировать, это реально очень удобно. Потому что в какой-то день я могу целый день сидеть дома. И мне надо как-то организовать свой день по часам. Если я этого не сделаю, я буду просто прокрастинировать весь день. Также оформлять ежедневники и, возможно, конспекты тоже. Я буду с помощью своих декоративных скотчей, я их покажу вам поближе. Новые декоративные скотчи это серебристые и крафтовые. Я их тоже привезла из Японии, но 100% они есть на Алиэкспресс. Также я буду использовать вот такие закладки. Перейдем уже к пишущим предметам. Мне очень нравятся выделители от фирмы Mildliner. Они, конечно, очень популярные и не зря, потому что они реально качественные. У них пастельные цвета, я не люблю яркие кислотные оттенки. Больше всего я использую желтый, сиреневый, зеленый и серый цвета. Также мне нравится розовый цвет от Pilot. Преимущество этих выделителей в том, что у них на другом конце есть ластик и можно стереть ошибку. Хотя ручки от этой фирмы мне не нравятся, потому что стержень очень похож на маркер. Также я буду использовать красную ручку и желтую. Шариковая ручка мне нравится от фирмы Pilot. Она 0,7. Также я использую гелевую ручку от Muji 0,38. Очень классная. Это замазка. На другом конце у нее стиралка, то есть два в одном. Можно заменять содержимое этой замазки. Если кончится стерка, можно ее заменить. Также внутри можно заменить саму замазку. Этот пенал я буду носить с собой в ВУЗ. Он уже со мной на протяжении двух лет. Я не знаю, как он не испортился, потому что обычно за год мой пенал превращался в непонятно что. Я его заменяла. Но этот очень качественный. Может я просто как-то аккуратно с ним обращалась. Не знаю, как вам его советовать, потому что я тоже покупала его в Японии. И вряд ли он даже там уже, наверное, не продается. Попробуйте поискать что-нибудь качественное на Алиэкспресс. Также я использую вот этот пенал иногда. Насколько я знаю, в России подобные пеналы начали продавать. Он очень удобен тем, что его можно поставить вертикально на стол и брать из него все необходимое. С канцелярией я, в принципе, закончила. Хочу показать вам недавние покупки на осень. В УЗе у нас нет формы, но я стараюсь одеваться прилично. Так что давайте смотреть, что я приобрела на эту осень. Об этой покупке я мечтала больше двух лет. Я никак не могла найти полностью подходящий для себя пиджак по дизайну, фасону. И, наконец, я нашла просто идеальный, хотя цена реально кусалась. Еще прошлой осенью я хотела себе купить осенние ботинки, но все никак не решалось. Не то, чтобы они мне необходимы, мне просто не с чем носить юбки и классические пальто. Вы просто не поверите, где я их купила. Я купила их в каре за смешную цену и действительно всем довольна. Укороченный топ с длинными рукавами я купила в H&M. Когда я ходила сдавать вещи на переработку, я случайно на него доткнулась. И сразу же, естественно, потратила купон на скидку. Черную блузку горошек я бессовестно забрала у мамы, поэтому ничего о ней сказать не могу. Кожаные штаны, которые сейчас в моде, я купила в Нью-Йоркере. Перемерила просто миллион моделей, но мне ничего не подходило. Они не сидели на талии, то слишком были широкие в бедрах, то слишком длинные. Именно в этом магазине я нашла идеальную для себя модель. Еще был ремень, но без него мне нравится намного больше. Не знаю почему, но в этом сезоне мне очень нравится красная помада. Я раньше не любила вообще никакие помады, потому что думала, что они смотрятся на моем лице нелепо. Но сейчас я как-то к этому привыкла и полюбила. Также мне нравится сейчас черный ободок. Так сказать, копирую образ из одного сериала, который я посмотрела весной. Вы можете угадать какой это сериал и написать его название в комментариях. Трендом этой осени также является укороченный кардиган. Я сама редко бегу за модой, но почему-то в этом сезоне меня прям занесло. Сейчас эти кардиганы продают абсолютно везде. Я свой покупала в Японии, поэтому не могу ничего сказать. Самая дорогая покупка за последнее время — это часы Daniel Wellington. Они мне безумно нравятся. Я мечтала о них где-то год. И вот наконец-то сбылась моя мечта. Они очень стильно выглядят. Сочетаются почти со всеми образами из моего гардероба. Эту сумку я заказала на Алиэкспрессе возле 1000 рублей. Я давно хотела белую или бежевую сумку с интересным принтом или какую-нибудь тканевую. И вот наконец-то я нашла. Сказать, что я полностью довольна этой покупкой, потому что по ней видно, что она не очень дорогая. Также у нее немного косит впереди рисунок. Но в целом, соотнеся качество с ценой, я в принципе довольна. Даже оставлю вам ссылку в описании на эту сумку. В этом месяце я решилась на покупку более-менее дорогой для меня косметики. Потому что раньше пользовалась всякой фигней. И не так сильно парилась насчет макияжа. Но сейчас почему-то мне нравится этим заниматься. Я как-то увереннее чувствую себя с косметикой. Поэтому я решила пополнить свои запасы. И мне безумно понравился скульптор от NYX. Я давно его хотела, потому что у него идеальное для меня содержание. Цвета идеально подходят под мою кожу. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok